Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Прошлой ночью снимали ток-шоу об острове любви. На съемках впервые присутствовала Саша Артемова, девушка пишет. Впервые была на Олимпе. Мне безумно понравилась тема остров любви. Мое внимание поразили Ритуля со своей восьмеркой и свадьба Венчика. На ток-шоу были объявлены имена первых служанок. Ими стали Рита Керн и Карина Багдасар. Карина пишет. Ну что, друзья, теперь я служанка, готова служить Ване Барзикову. Безумно рада, что он выбрал меня, а я его. Готова выполнять его поручения и указания. И на самом деле у служанок тоже есть возможность завоевать сердце жениха. Катя Кауфман наслаждается жизнью с Венциславом Венгржановским. «Вот в этом бунгало я и живу со своим мужчиной. Я украсила нашу комнату нашими фото. Венс был очень удивлен», пишет девушка. Марина Мексика рассказала о проверке. Оля Бузова предложила Марине и Лизе Кордобовской миллион рублей. А взамен отказаться бороться за сердце Саши Задойного. Просто жить, согорать на острове, кайфовать и ни в чем себе не отказывать. Лиза Кордобовская пишет в своем блоге. «Когда перед тобой ставят выбор, миллион рублей или Саша, я не выберу ни одно, ни другое. Я отказалась от борьбы за его сердце. Во мне нет жажды славы и кучи бабла. Взять деньги – это для меня унизительно. Деньги как приходят, так и уходят, а уважение и достоинства остаются». Лиза Полыгалова рассказала, как она занимается на острове фитнесом. «Так как здесь нет кардиотренажеров, заменяю их бегом по лестницам. Это очень эффективно. После тренировки я бываю вся мокрая. А тренировка, как вы знаете, должна быть до потери сознания». Стало известно, кто станет очередным холостяком на острове. Это бывший участник проекта и бывший возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин. Об этом рассказал продюсер «Дома-2» Алексей Михайловский. Проект покинула Катя Ефремова, которая приходила добиваться Димы Дмитренко. Ольга Жемчугова собирается ехать домой без Глеба, навестить семью и поздравить дедушку с юбилеем. Ему исполняется 80 лет. «Я поеду на юбилей дедушки, Мишаня поедет в гости к бабушке», – пишет Оля. «И наконец-то увижусь с подружками. В чужом городе особенно сильно понимаешь, когда рожишь друзьями и близкими». Редакция сайта «Дом-2» рассказала, что Илья Кротков намерен отсудить ребенка у Саши Гозиас. Он принял такое решение после жутких ссор Гозиас и Кости Иванова. Он не хотел бы, чтобы дочь видела в будущем эти скандалы. Илья знает свою супругу как пять пальцев, у нее злой язык, она постоянно срывается на мужчине, который находится рядом. И Кротков уверен, что драки и оскорбления в паре Иванова и Гозиас не прекратятся никогда. Фанат «Дома-2», который был на встрече с Татьяной Владимировной Африкантовой, выложил видео с ее рассказом о прежних отношениях Марины. Оказывается, первым мужчиной Марины Африкантовой был человек, который старше ее. Они жили вместе пять лет, а затем мать вмешалась в их отношения, стала наводить справки, почему он так долго не женится на Марине. И оказалось, что это ФСБшник аферист. Он разработал хитрую схему. Будучи в разводе с женой, проводил романы с обеспеченными девушками и выманивал у них средства. С Мариной подобная схема не сработала благодаря ее маме. На «Дом-2» решила вернуться Камила Коробейникова, но она хочет вернуться не одна, а с парнем. В связи с этим она проводит кастинги, ищет подходящую кандидатуру. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ.